Думаю, понимаете, что такое вообще одно слово 10 лет? Ну, сам смысл, понимаете? 10 лет в неволе. Это не где-то, а 10 лет в неволе. Это очень страшно, когда ты просыпаешься, у тебя каждый раз перед глазами одно и то же. Когда освободилась, за мной приехал брат, ну, младший на машине. И вот мы ехали, вы не поверите, я плакала, потому что настолько все вот, у меня глаза разбегались. В первое время боялась переходить дорогу, ну, потому что страшно. То есть одна не переходила дорогу, страшно было переходить дорогу. Людей еще как бы, ну, шугалась. Ну, вообще дико было, честно, дико очень. Как вот люди смотрели, вот. Я всегда переживала, вот что, как люди на меня посмотрят, как мне вот начать сначала. Получится! Вот этого я боялась больше всего. Но я думала, что я все равно сорвусь и пойду опять назад, честно. Совершенно другое общество. Совершенно другое, все другое, вы поймите, все. Вот раньше, если бы вот вы меня встретили, я бы с вами говорила, да ты понимаешь так, понимаете? Да ты гонишь, то есть вот это. А я говорю, ты твой. То есть сейчас все по-другому. Ко мне, значит, когда я работала на швейном производстве, устроилась на работу девчонка, с которой я сидела. Вы не представляете. Я увидела себя, вот реально. Я увидела, когда девчонка только освободившаяся, как она себя ведет. Это ужасно. Это вульгарно. Ну, просто ужас, честно. У них манера уже есть вот сесть вот так вот. Это вот зоновская манера. Им надо сидеть вот так, либо вот так. Сидеть, курить. Устроиться на работу. Я не могла устроиться на работу. Потому что цыганка, потому что осуждена. Захочет ли какой-нибудь нормальный парень взять девушку осужденную? Никто не хотел верить в то, что я действительно одумалась, что я действительно, ну, как бы решила стать на путь правильной именно жизни. У меня не получались отношения с матерью. У меня были психи. Мне постоянно казалось, что вот меня не любит весь мир, понимаете? Меня не понимает весь мир. А из-за этого, то есть, в какой-то степени, в какой-то, в какие-то моменты опускались руки. Я пошла, напилась, понимаете? Вот, порезала себе руки, меня отправили в новинки. В новинках, когда проверяли мне этот мозг, как там, ну, спрашивали там, где твоя мама? Ну, то есть, вот как вы сейчас, то есть, все подробно спрашивали в новинках. Я когда рассказывала, и как они сказали, вот заключение именно такое вынесли, что психика у меня нарушилась именно тогда, когда моя мать вот убила своего брата именно при мне, потому что я видела кровь, я видела вот это все, это все-все-все происходило при мне, мне было 9 лет. Сама защита у мамы была, она убила, ну, оборонялась, короче. И она убила своего двоюродного брата. Вот убила своего двоюродного брата, ее забрали в тюрьму. Нас забрали четверых в детдом, ну, в детдом, в интернат в Жодинске, ну, в Жодино. Тяжело было. Маму, когда забирали, я так вообще подошла к машине, ну, так вот встала, ну, как это впереди, ну, в машине. Обняла машину и плачу, плачу. И за маму малые, ну, братья мои, сестры цеплялись, за маму плакали, мама тоже плакала. Помогала нам, она с тюрьмы нам посылала бандероли, посылки, деньги посылала. Ну, мы в основном не видели это сейчас в интернатах более-менее, то есть прилично, хорошо даже сказала бы. Раньше ж так в интернатах не было, раньше ж воспитателя забирали. И как бы, ну, то, что вот высылалось нам, раньше уже что творилось в домах и в интернатах. Били. У меня шрам на голове до сих пор. Меня изнасиловали. Мне тогда было 11 лет. В 11 лет меня изнасиловали. Именно те, ни в жизни никогда бы не подумала на них. Мы столько, мы реально, мы продружили много лет, вы понимаете? Дело в том, что они были старше меня. Мы сидели в каморке, выпили, все, и пошло поехать. Было заявление, была экспертиза. Их посадили за это. Это даже в Жодино, я думаю, себе поднять бумаги, я думаю, что это по-любому. Где-то там в архиве стопудово будет там лежать. Все, потом мама освободилась, забрала нас с интерната. Ну, мама устроилась на работу. Двор, двор, ну, как это, дворником. Да, дворником. Ну, мы что, мы с утра вставали, помогали ей убирать. И в школу сразу. Я очень была вредная, непослушная. С интерната я уже пришла, уже далеко нехорошей. Поругалась с мамой и решила, типа, сделать ей назло. А сделала назло, короче, пошла. Ограбила и сама позволила в милицию. Сделала назло кому? Сама себе. Протест вот матери именно, понимаете? Она меня постоянно попугала тюрьмой. Я говорю, тюрьма, ну, вот на тебе и тюрьма. Вообще, я думала, что она меня просто пугает тюрьмой. А тут на самом деле... Я думала, меня просто закрыли, меня сейчас отпустят. А меня фигушки не отпустили. Я освободилась с малолетки. Вы что, думаете, что я что-то поняла? Поверьте, нет. Мне не то, что... Мне там было плохо. Но меня прикалывало, что, блин, я освобожусь. Понимаете, как бы больше, типа, авторитета будет, типа, там, среди, там, своих сверстников, которые, там, ну, знают меня, что вот я села, освободилась, там, будут бояться. Вот. Это работало, действительно. Кто-то боялся, кто-то уважал, там. Кто-то обращался за помощью, кого-то обижали. Я шла, там, заступалась. И вот это меня именно затягивало. Вы понимаете? Из... Да, да, да. Айфория, кайф я испытывала. Вот реально, честно. Ну, как бы, лидер, лидер. Я, понимаете, я по жизни хотела быть лидером. И опять, я опять меня посадили. 20 чем-то лет мне было. 21-22, по-моему, да. То есть, как бы, уже, мне кажется, уже пора бы задуматься. Не, нифига. Все равно меня, вот, меня перлое хотело быть лидером. То есть, я еще не могла. На самом деле, я не могла еще понять. Очень многого не могла. Опять я потом освободилась. И уже в третий раз, когда я совершила убийство, я не хотела его убивать, на самом деле. Я его первый раз вообще тогда видела. Что произошло? Я тогда в конкурсе участвовала в Минске. И готовилась уже к славянскому базару. Ну, и, как получается, как бы, моя подруга, я и с ее работы коллеги решили отметить, как бы, это дело. Пошли в кафе. Короче, там началась какая-то там потасовка. Я уже потом, позже вышла, потому что я была в тот момент на улице. Я уже на улице услышала, что там ругань, крики были. Я заскакиваю туда. Смотрю, этот мужчина лежит на полу. Второй там, один его бьет ногами, короче, я к нему. Он, короче, потом поднялся, этот мужчина. И схватился. Мы сидели в компании, в общем. Он схватился за нож и к моей подруге. Я не знаю, как ты выпущу. Не зря говорят, что у страха глаза велики. То есть, понимаете, то есть я это сделала не предморянно. Я не хотела убивать человека этого. Я действительно говорю искренне, я не хотела. Я перехватила этот нож. Все. Помню, что ударила. Сколько ударов было, сколько... Я не помню этого. Вот и все. То есть получилось так, что я его убила. То есть уже все. Шока. Мне запросили 12 лет. В тот день, в тот день меня... Даже укололи галлоперидолом. Потому что я была действительно все. Я не могла поверить, что 12 лет... Ну, представляете, для меня это было просто ужасно. Меня посадили. Мне было очень тяжело. Очень, очень. Но я не сразу поняла, конечно же. То есть не сразу. Я реально не сразу поняла. Жалко, что... Не поняла раньше. Поняла бы раньше. Поверьте мне. Слышка в жизни упустила всего. Дура. Дура. Что упустили? Ну, многое в жизни упустила. Представляете, я могла бы выучиться. Я могла бы стать нормальным человеком. Я бы уже давно была бы на сцене. Вот поверьте, давно была бы. Творчество у меня уже давно. Я же говорю вам, что... У меня еще в колонии было творчество. Я там пела. Меня всегда называли в колонии «Звезда колонии». На мои концерты с удовольствием большим шли. Там я писала песни. Вот. Там я писала песни. И первую песню я написала «Свеча». Вот вы, наверное, слышали, да? Ее? Не знаю. Вот. Первая песня была там «Свеча». Был такой конкурс от департамента МВД. Наказание при исполнении. И вот среди всех колоний по всей Белоруссии на лучшую авторскую песню я заняла третье место. Сейчас будет уже выходить моя вторая песня. Вот она уже готовится. Вторая моя песня. Называется «Без тебя». Где я работала, я здесь собирала копейку. Дальше. Точно так же в свою лепту вынесла мать какую-то копейку дала. Я ее опять отложила. Сестра где-то помогла. Ну и подруга вот эта, Ольга Волотович. Я купила аппаратуру. Вот. Открыла свое дело. Вот. Провожу корпоративы, юбилей, юбилей, да. Провожу мероприятия. В ближайшее время, значит так, в Молодещни сейчас будет концерт 10 июня для Назаревич Варвары. Благотворительный концерт. В Редбаре. В 6.30 с начала. Стиль музыки. Вы знаете, у меня нет конкретного стиля музыки. Я разносторонний человек. Понимаете? То есть я могу спеть. Я могу спеть рок. Я могу спеть романс. Я могу спеть шансон. Я хочу, чтобы у меня была возможность помогать людям. Пускай просят меня зрители. Ребята, говорю честно, мне категорично не идут женские вещи. Вот поверьте, я пробовала. Вот просто прошу понять меня. Это равносильно тому, что, извините, оденьте мужчину, сейчас возьмите, женские вещи накрасьте. Это вот точь-в-точь. И, ну, вы же видите, как ни крыти, все равно, ну, женского... Но все равно нет. Вот как у нас привезли в интернат, постригли на лысо. Вот. И все. И вот как пошло... Ну, понимаешь, о чем я говорю? У нас там много-много девчонок, даже вот у которых длинные волосы, даже вот на сегодняшний день. Они все равно... У них походка вот эта, ну, понимаете, детдомовская походка. Я сразу вычисляю, сразу же говорю, была цветома, стопудово была цветома. Ой, какие дела понатворяла. Вот это вот мне оно надо было. Или вот это вот мне оно надо было. Это вазелин. Ну, вообще, это нормально, ты считаешь? Жаль, какие волосы. Да, ты в шоке. Моя мама сейчас очень сильно жалеет. Она постоянно, она плачет. Не было еще ни одного, не поверите, люди, не было ни одного дня, чтобы она не проснулась без слез. Она, знаете, как говорит, я знаю, что если бы я не села, не полезла бы, тоже справедливости все хотела. Говорит, не полезла бы в заступки, я бы не села, и у вас судьбы не были бы покалеченными судьбами. Вы знаете, я, наверное, думаю, что я бы не хотела встречать таких людей, такой жестокости. Для меня, вот это для меня будет очень болезненно. Хотя, после всего, что я прошла, мне кажется, для меня это будет не новым, понимаете? Но я бы не хотела больше с таким сталкиваться. И я очень быстро привыкаю к людям, и потом мне очень тяжело, понимаете? Очень. И именно в эти, кстати, моменты я начинаю вспоминать колонию. Понимаете, как это вам объяснить? Вот как сразу передо мной, оп, и колония, все. Вот, да, вот, вот именно вот это, вот эти моменты я бы очень хотела. Люди, если не хотите общаться, то не общайтесь, ну, не обманывайте. Просто вот для меня вот это страшнее всего. Боль, душевная боль. Я ее могу не показать, но в душе я в себя ее буду нести. Все? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok